Всех приветствую на своем канале. Вот я тут проболела и теперь наверстываю куча. Знаешь, чтобы вам было много-много всяких видео. В общем, я сегодня была в магазине местного Алиса. Вообще, ходила в сад первопроходцам таким. Почему-то у нас зимой принято, что я не первая туда иду. Сначала спускалась через железную дорогу по снегу-снегу-снегу. Там вообще в свое время на тракторах или на чем-то разъездили так, что всю нормальную дорогу уделали. Года два или три назад. И год назад я туда шла и ой-ой-ой, как бы не упасть. Когда только-только в прошлом году, вот, наверное, первый раз выпал такой конкретный снег, еще зима вроде как не наступила. Туда что-то тоже поперлась. И ой-ой-ой, как бы это так. Как бы дойти. Тут на мое счастье кто-то шел буквально, ну, не знаю, так как шел снег еще и по самой дороге железной, как было я первопроходцем, Ведина с Сузаней, да. А уже спускаясь с дороги, может, там с другой стороны как-то заходили, была такая небольшая как бы тропинка, следы были человеческие. Я по ним вот как-то более-менее спустилась, дальше шла-шла-шла и уже шла. Чувствую, что я иду так конкретно по этим следам, один в один след, след на автопилоте и даже не загоняюсь, что вот здесь вот, ой, ямка, ой, горка, еще что-то. Ну, короче, зашла в сад, потом пошла уже в наш магазин. Мне вот тупо, она была вот эту вот штуку, корректор, штрих называется. Это у главного хорошо, как что на водной основе, только сейчас заметила, в руки взяла вблизи. Ну, и я думала зайти до нашего местного магазина, там в солнечном, типа спорт-туризм, со всякой такой канцелярией, но в результате что-то я так промерзла. Перчатки-то я потеряла, рукавички что-то я не взяла, но взяла такую смесь бульдога с носорогом, подобие перчаток. Ну, и, в общем, как-то у меня вот эти именно места на руках пальчики замерзли. Я поперлась в наш магазин, думаю, наверняка там есть, наверное, штрих-код, в крайнем случае штрих-код, я имею оба за ладом. Штрих, замазка, еще как-нибудь корректор, как-нибудь объясню, что мне надо, зашла очки, запотели, ничего не видно, продавец по телефону, тра-та-та, но в результате я все-таки спросила, объяснила, что такое, она даже поняла, что мне надо. И вот он есть, 43 рубля такое счастье. 6-го, 17-го сделан. Надеюсь, что это сделано, не срок годности. Да, дата изготовления указана на упаковке. Почему я сказала надеюсь? Потому что стабильно что-то я покупаю в Алисе, очень редко, но метко, и мне стабильно попадается что-нибудь такое просроченное. Уже вижу бытия дома, и как бы чека при этом нету. В общем, свеженький такой, можно сказать, штрих. Срок годности 3 года у него. Мороз заустойчивый до минус 20. И вот он у нас на водной основе средств для исправления ошибок в тексте. Гамма. У меня как раз несколько залипух есть текстовых, и я что-то пока болела, забыла, что Z-та нет в японском языке. Д-д-з. З-о-д-зи, там еще что-нибудь такое. И все никак не могла понять, что такое за... Как она вообще считается, но вообще из головы вылетела Z, вот это вот, ромадзи. Потому что в том именно учебнике у меня исключительно транскрипция на ромадзи, не на русском. Ну и вот потом уже поняла, что я лох. Хе-хе-хе, склерозный. А потом уже зашла в отдел еды. Тупо хотела купить тилапии. Ну, на всякий случай, есть там нет. Посмотрела, какая-то есть пикша. Рыба, мне сказали, что пикши нет, но привезли именно сегодня тилапию. И, в общем, она дороже, чем, допустим, в мясном ряду, но дешевле, чем в океане. Это вот для тех, кто живет в угличе или был проездом. Магазинные такие названия. Я не знаю, то ли она в этой ледяной заморозке, ну, в этой сухой заморозке, как, допустим, в океане, когда льда нету, то ли она тут обледенелая вся в конец, как, допустим, в этом самом мясном ряду. В общем, у меня что-то на 300 с чем-то, это все получилось. Купила пирожки, которые у меня уже чисто потому, что это пакетик, шуршащий некоторые умудрились стащить отсюда на пол. Благо, пакетик завязанный. В общем, у меня тут пирожок сповезло, и он, конечно, шел по холоду и замерз. Придется в микроволновке греть. И маленький пирожок еще с этой, с колбаской. Я подозреваю, что пирожки у них хоть все время не грят, что у них там все свежее такое. Наверное, пирожки вчерашние, потому что они как бы... Там еще была такая ватрушка, она глядела на меня и говорила, Ёля, купи меня. Я такая свежая ватрушка, я ее пощупала, она вчерашняя, скорее всего. Ну и, в общем, у меня тут пакет, в котором я несла, я чего в сад-то ходила, бумагу, которую нас с Женей относила, ну и еще этот, пара ведер у меня оставалась там. В одном когда-то была картошка. И всякие такие овощи. А, короче, это пакет от подписчицы Лены. Та, большая, огромная посылка. Я сейчас как раз поставила на монтаж этот видос этих баночек, ну, начала монтировать. У меня там несколько залипух, придется что-то там вырезать, поэтому придется это еще и смотреть, когда монтировать буду. Ну, иногда я тупо срезаю начало и конец. Короче, купила какое-то печенье, вообще они сказали, что оно у них последнее. Оно мне... На днях, короче, пишу Диме. Мы с ним внезапно все еще общаемся. Приятель у меня такой есть, полсетевой. И, значит, что-то у меня был миндаль, я его в мясорубке своей, лепестрической натерке промолола на самой мелкой. И думаю, а что с ним делать, с этим миндалем? Ну, напишу ему, что можно сделать из миндаля и сахара. И он мне дает рецепт самопальных макаронов. Но у меня, во-первых, был час ночи, во-вторых, я была вся такая с температурой. И, в-третьих, мне было тупо лень это все делать. Думаю, если я еще сейчас начну все это делать, я до ночи тут, до утра точнее уже. Плюс у меня не было этого пергамента, который, оказывается, продается теперь под видом бумаг для запекания в магазинах, как мне сказал Дима. Ну и я тупо сделала этот самый... А, он еще в микроволновке, типа это можно запечь на пергаменте, то есть все, ну, как типа можно маслом подсолнечной обычную бумагу промасли, и я что-то вместо того, чтобы подождать эти полтора часа на этой масляной бумаге этого теста, которое я еще не довзбивала, совершенно забыла, сколько времени взбивать, что оно должно быть густым, а не жидким и тому подобное. Я вообще лет 10 назад в последний раз что-то такое делала. Ну и советую в духовке делать духовку. Во-первых, можете смеяться, я стремаюсь ее зажигать внутри, внизу, до сих пор стремаюсь, я даже не смотрела и не пробовала, как это делается. Ну, видела, как бабушка там мама или тетя делает, да, ну, сама не рискнула. И с другой стороны, оно еще, насколько помню, эта духовка, она не очень пропекала у нас, или что-то там подгорало, или что-нибудь там было сырым. Короче говоря, я сделала это тесто. Раньше, помню, я его делала, чисто мне в жидком виде оно нравилось, тесто у меня осталось. А тут я увидела что-то в магазине, смотрю, ну, вот так макаронки напоминают, они так лежат еще как-то боком. А оказалось, что это тупо печененка, поверх зефирка, и в какой-то там розовой глазури под названием клубничка зафигачено. А у них иногда бывают такие вкусные пироженки, и дофига стоят на развес. Ну, я иногда беру, когда туда захожу, распоряю пироженки, чаще всего попадают со свеженькими. И быстро по ходу дела разбираются. Вот, в общем, такие вот пироженки. У меня там где-то чек на глубине Сибирской Руд в комнате лежит, но они чаще дают чек чисто с карты полной суммой. Тут тоже вроде как был чек вот именно вот че почем, но я не очень, еще не смотрела, че почем, и не очень помню. Знаю, что тилапия у них была, по-моему, 232 рубля. В общем, я взяла 3 рыбки. Тут как бы есть, вот чувствуется лед, но я не знаю тут. Вот она, малюсенькая рыбка и 2 трети льда. Или как? Это я к чему? Меня кто-то просил как-то в комментах под видео какого-то, какой-то готовки. Наверное, последнее я что-то там готовила, уж не помню, тушеную картошку и еще. Че-то я готовила, короче. И меня просили заснять, как я делаю рыбу. Я сказала, что я тупо варю. Ну, я ее как бы варю, там, а то в специях. Я решила, что как-нибудь может я... К тому же, я тут наконец-то разморозила в холодильник в эти выходные, когда как раз самый пик у меня этой болезни был, простудности. И, в общем, теперь я спокойно могу засунуть это в морозилку и как-нибудь отварю и запишу на камеру. Хотела сегодня, но у меня там по плану идти щи как бы или борщ я даже еще пока не решила. И вообще у меня как-то еды нету, а есть хочется. Ну, готовой еды нету в кроме ворога. Теперь же пирожки будут. И что у меня тут еще? Что-то еще есть было. А, еще я себе купила окорочок. Я уже не знаю, вот я так подсела на эту свинину. Месяца 3 или 4 я курицу не покупала. Ну, прилично так давно. Тут решила, думаю, куплю окорочок, как-нибудь сварю этот какой-нибудь суп или так ее слопаю. А, кстати, у меня созрела таки наконец-то идея конкурса, про который я писала там в группе канала ВКонтакте. И еще я знаю, что чисто вот по статистике, аналитике на Ютубе я смотрела вот последние месяца 2 или 3, у меня где-то 55, 56, ну, короче, где-то 50 с чем-то процентов, чуть больше половины меня смотрят не подписчики, а чисто вот люди, которые там, ну, с Яндекса еще где-то вот, не те люди, которые зарядены в Ютубе. Скажем так, точнее, люди, у которых нет аккаунта на Гугле. И где-то 40 с чем-то, ну, 47, может, процентов, 45, 44, те, кто именно подписчики. Я к тому, что если помимо одного человека из Инстаграма есть кто-нибудь еще из Инстаграма, кто меня смотрит, напишите мне там в личку. Я к тому, что я думала, что если там наберется хотя бы 3-4 человека, провести конкурс попутно, параллельно еще в Инстаграм. Но это если вы хотите этот конкурс, и у вас действительно кто-то есть помимо там одного человека. Может, допустим, та же Ирка, которую я называю как бы подписчица, она есть в ВКонтакте, но она не зарегистрирована на Ютубе, на Гугле. У нее, допустим, нет аккаунта, и она тупо меня как бы смотрит, она зрительница. В общем, я думала провести конкурс одновременно и на канале, и попутно, допустим, скинуть фотку с информацией на это. Сфотканную не на телефон, а на фотик, на который я, допустим, пишу, или на другой фотик в Инстаграме. Но это чисто по желанию, если у кого-то такое желание возникнет, кто-то вот так хочет, то просто дайте знать там где-нибудь. В общем, всем спасибо за просмотр и прощайте.